Берег Аби, дикий пляж за новым мостом. Купаться здесь официально нельзя, но кто запретит? Так рассуждают многие барнаульцы и семьями приходят на берега, где за отдыхающими никто не смотрит. Так и случаются трагедии. Буквально две недели назад, с последних наших сборов, лично мне пришлось спасать одного из членов нашей команды, пока мы сплавлялись по порогу девичьей. Алексей сориентировался в непростой ситуации и трагедии удалось избежать, но так бывает не всегда. С начала года в Алтайском крае утонули 35 человек, четверо из них – дети. Как вести себя, если рядом с вами кто-то тонет, спасатели объясняли буквально на пальцах. Транспортировать его сзади. Первое, что сейчас делают спасатели, нужно удалить ему воду из легких. Все, перевернули, похлопали. Помочь можно из берега, используя бутылки или коряги. Другие действия, если у вас есть лодка. А почувствовать себя настоящим спасателем и помочь тонущему человеку мы отправимся с командой профессионалов. Задача свидетелей – быстро подплыть к тонущему, схватить под руки, поднять на лодку и сделать все, чтобы он задышал. Два вдоха, 30 нажатий. Но чтобы мамы и папы могли предотвратить трагедию на воде, спасатели настоятельно рекомендуют следовать простому совету. Ни в коем случае нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения у воды. Дети должны быть обязательно под присмотром. И немаловажный фактор – это должен быть оборудованный пляж, если вы приняли решение искупаться. Если уплывешь, то ты обратного пути уже не найдешь. Вас уже будут спасать. Вот они уже были такой жертвой. Только за прошедшие выходные в Барнауле утонули трое взрослых. Один в районе санатория Опь, еще двое в поселке Ильича. Спасатели призывают жителей быть внимательными к тому, где и как отдыхать этим летом. Мария Мацаева, Алексей Фризин. Будни. Продолжение следует...